Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я призываю вас к диалогу Я буду задавать вопросы Пожалуйста Если у вас в голове есть ответ Давайте мы не будем стесняться Вы просто будете его так же громко Как я вначале продемонстрировала Выкрикивать Потому что вы много сейчас слушали И вы много получили ответов на свои вопросы Но вы пришли сюда Не за тем, чтобы мы вам рассказали Как жить А за тем, чтобы вы сами поняли Как двигаться дальше Скажите мне, пожалуйста Что такое родительское выгорание? Одно-два слова Как это еще можно заменить? Ну помогите нам Водительское выгорание Усталость Усталость Что еще? Отчаяние Отчаяние Депрессия Одиночество Тревога Истерика Супер О, это Странным словом Сложно Но это наверное Как-то устало Всего Устало Всего Странным Верно Это такое Это чувство Беспомощность Беспомощность Эмоции Причем обычно Это негативные Это все чувства И эмоции А что если я вам скажу Что эти чувства И эмоции Вообще все чувства И эмоции Кто придумывает Кто их рождает Мы сами это рождаем Мы берем ответственность За те чувства Которые мы испытываем Поэтому если вам хреново Мы в конце конгресса Своите слова Если вам хреново То это чувство Родили вы Но здесь надо Вы не искренне Вы сказали Я хочу Чтобы мне сейчас Было Хреново И мы с этим чувством Даем себе возможность Побыть в этом состоянии А если вы себе Думаете Так Я так испытываю Но я так не хочу Вы всегда можете Поставить Другую пластику Другую киску И только вы Можете поменять Эту эмоцию И никто другой Я сейчас хочу Чтобы мы с вами Обменялись Геологии И рассказали И рассказали Смотрите Из-за чего Возникает Выгорание Если представить Что мы с вами Большая батарейка То этой батарейки Есть заряд Вот как у нашего Телефона Айфон 100% И 0% Так вот Выгорание Сколько процентов Молодцы Соответственно Это уровень энергии Который мы с вами Сегодня Научимся Контролировать Это батарейки Оэфон Чтобы у него было 100% Мы что делаем? Заряжаем Молодцы А как вы себя Заряжаете? Поразно Хорошо Что хотя бы Есть такие ответы У кого-то Наверняка Вообще Не поняли Что Поняли Что спросили Но не поняли Что имели в виду Давайте с вами Подумаем Куда мы с вами Эту энергию Сливаем Какие есть Варианты На что? На На Походу Вот Может быть Мне Скажем Куда уходит Энергия? Успокойте Ребенка Успокойте Ребенка На Семью Уходит Энергия Еще Куда? На Работу На Работу На Себя На Себя Вот это Такое Окей Хорошо На Спорт Уходит Энергия Тут Варианты Чувствуете У каждого Своё Кто-то В семье Тратит Энергию Кто-то В семье Заряжается Важно понимать Что у нас У каждого Будет Свой Рецепт Трата Энергии Свой Рецепт Получения Энергии Просто Сейчас Задайте Чтобы каждый Услышал И понял Где Ваш Рецепт Непосредственно Учитывая Что времени Мало Я вам Чуть Чуть Подскажу Что у нас Забирает Энергия Первое Самое Мощное Что забирает Энергия Это Понимание Какое Чувство Моя Вина Я Виновата И когда Возможно Вы узнали Что у вас Ребенок Особенный То вы Спросили Себя В чем Моя Вина И очень Вероятно Что вы Еще Этбет Себе Придумали Вот Если Вы Находитесь В Вине Знаете Сразу Вы Открыли Крантик Куда Энергия У вас Из батарейки Уходит Будьте Добры Сейчас Этот Крантик Под названием Вина На нем Прям Как Написся Добинки Виноват Это Он Сам Закрываем Этот Крантик Дальше Еще Какую Страшную Вечку Но Очень Важно Психология Чувства Вины Это Чувство Смерти Виноватые Люди Ребенку Не нужна Виноватая Мама Одна Из Наибольших Вероятностей Причин Суцида Это Как раз Таким Очень Сильно Развитые Чувства Вины Поэтому Ребята Надо Чувство Вины Убирать Причем Сейчас То Что Я Говорю Это Относится Не Только Родителям Детей С Особенностями Ведь У вас В семье Возможно Двое Трое Детей И Есть Дети Без Особенностей И Эти вещи Они Относятся И К родителям Ну Неважно Какого У вас Ребенка Чувство Вины Присутствует У всех Мама Проработала Домой Пришла Чувство Вины Ох Я Мало Внимания Уделила Своему Ребенку То Самое Закрываем Крантик Я Вина Следующее Что Я Жертва За что Мне Все Это Почему Мне Это Все Но Мне Вот Если Это Я Все Ради Ребенка То Я Себе Это Ничего Я Только Ему Если Вы Живете Не В роли Хозяйки Своей Жизни Или Хозяина Своей Жизни А Вы Живете В роли Жертв Еще Гордитесь И Узнаете У вас Открыть Крантик Куда Энергия Уходит Следующее Куда А человек Обвиняет За час Минимум Третьих Раз Любой Человек Это Уже Какая Статистика Была Поведена Если Вы Находите Претензии Например К ребенку Это Из-за Тебя Или Мужа Это Из-за Тебя Я Это Мне Вообще Не Помогаешь Я Так Сама На Претензии Обвинения И На Оправдание Я Время Этого Не Делать Потому Что Ребенок У Меня Такой Вот Если Вы Находитесь В Аправдании То Вы Тоже Этого Убираете Из-за Дальше Чувство Стыда И Боль Боль Есть У Всех И Это Самое Главное Чувство Которое Привелось Свой И Благодаря Которому Создалась Эта Конгресс Эта Боль Которая Мы Все Молчим По Которую Необходимость Своего Организма Вы Блестивая Потому Что Если Вы Будете Жить Боль Боль Более Блокировать И Прикрываться Типа У Меня Ее Нет То Однажды Как раз Таким Она И Бонет Это Очень Опасное Чувство Мы Все Думаем О том Что Ребенку Нужна Любовь Но Любовь Боль И Гнев Они Живут На Одной Ступени Если Вы У Себя Заблокировали Чувство Гнева Боль Гнев То Вы Автоматом Блокируете Любовь Почему Говорят Утром Вечером Мудренее Потому Что Мы Проживем Это Мы Пережили Время Прошло И Потом Освободилось Место Для Любви Поэтому Очень Важно Чтобы Вы Этот Момент Проживали Как Вы Можете Проживать Если Вам И Мы Можем У У Нас С Вами Сегодня С Водится Место Для Любви Нашим Детям Еще Наш Тратится Ресурс На Больбу С Обществом Мы Насколько Хотим Либо Защититься Либо Спрятаться От Общества Что Мы Работаем С Обществом Но Мы Не Работаем С Ребенком То Мы Это Время И Энергетический Ресурс Тратим На Это Должно Быть Вообще Все Равно Что Подумывают Другие Вы Всегда Как Мама За Ребенком Еще Что Сливает У нас Энергию Это Ожидание И Надежда И Сверх Ожидание Подумайте Я Вообще Может Быть Сейчас Какие Вещи Будут Прям Продить Вам Завочится Меня Скидать Помидорами Можно Но Ничего Не Поменяется Вы Хотя Вы Послушайте Что Может Быть Так Нужно Делать Так Как Я Говорю Это Очень Важно Просто Вы Для Этого Пришли Послушайте Что Есть Такое Мнение Либо Вы Принимаетесь Вам Это Близко Либо Вы Знаете Что Есть Такое Но Я Буду Жить По Другому Это Тоже Хорошо И Вот Это Сверх Ожидание Что Мой Ребенок Обязательно Вылечится Или У Всех Вот Не Получается А У Меня Получится Очень Важно Если Что Не Произойдет Вы Будете Претензии К Себе Своему Ребенку Надо Быть Адекват В Этого Направлении И Еще У Нас Забирает НЕТ Это Сравнение Что Мы Делаем Все Сравниваем У Них Он Такой Ребенок У Меня Такой Ребенок А Я Такой Такая А У Той Такой Платишка Сравнение Они Мешают Вам Жить Но Мы С Вами Здесь Собрались Для Того Чтобы Поговорить О том Как НЕТ То есть Куда Мы НЕТ Тратим Понятно Хочется Узнать Как Ее Наполнять У вас Каждый День Это Батарей Ну В Байфоне Понятно Включи В розетку И Все Само Произойдет А У Вас Где Эта Розетка Находится Кому Интересно Узнать Как Возвращать Энергию Все Вы Еще Здесь Со мной Спасибо Первое Это Расставить Приоритеты Кто У вас Ваших Житьных Приоритетов На первом Месте У меня Семья У тебя Молодец Семья Так У кого Еще Какие Варианты По Приоритету На первом Встали А Кому Вы Первое Дети Так Папа Правильный ответ Знаете Как это Что Никогда Внимание Не знаю У вас есть Какая Передача Супер Вы Друг Внимание Правильный ответ На первом Месте Должны Быть Вы Всегда Вы Знаете Как Самолет Говорят В случае Чрезвычайной Ситуации Одень Маску На себя Потом Одень Маску На ребенка Если Вы Не Приснуйте Если Вы Несчастливы Если Вы Живете Броле Жертвы Чтет Для Ребенка А если Ребенок На первом Месте Не Надо Далеко Ходить Вы Точно Живете Броле Жертвы То Ребенок Будет А Дети Наши Зеркала Они Будут Такими Вспомните Когда Вы Последний Раз Говорили Ребенку Что Очень Посыночек Я Сейчас Счастлива А А как часто Вы Говорите Кто Научил Детей Быть Счастливыми Мы Их Учим Сама Обслуживание Читать Писать А как Научим Детей Быть Счастливыми А Дети Хотите Чтобы Они Были Счастливыми Дети Могут Быть Счастливыми Если Мы Показываем Пример И Говорим О том Что Я Сегодня Была На Конгрессе И Там Был Такой Вот Один Момент И Я Почувствовала Счастливость Ребен За Каждый Наглядь Не смешит Это Слово Чувство Вообще Ну Типа Нет Только На День Рождения На Новый Год Счастливая Ну Как Нет И Если Вы Выйдете Из Зала Начнете Детям Говорить О тех Моментах Когда Вы Счастливы Ваша Жизнь И Ваше Отношение На втором месте Не буду рассказывать Кто должен быть На первом Вы Там Вот Долгая История Ребенок На третьем Вот Разгадываете Загадку На втором Конечно Партнер Ну А как Второе Как Мы Делаем Даже Не второе Фокус На себе Вам Нужно Понять Что Вас Наполняет Может быть Танцы Может быть Музыка Может быть Изучение Какого-то Языка Может быть Путешествие Но где После чего Вы Как бы Прям Стало Хорошо Вот Подумайте Если По фестивальной Шагаре От 0 10 Сейчас Оценить Ваш Уровень Энергии Сколько Он у Вас Танцы Трудового Дня Шесть Что Как Так Есть Три Уже Да Уже Так Подкручиваем 10 Это Хорошо Кто-то Подвергился Да Энергии Кто-то Подустал Смотрите Если Ваш Уровень Энергии Меньше Пяти Вы Не то Что Для Ребенка Опасный Родитель Вы Для Общества Опасный Человек Потому Что В случае Экстренной Ситуации Мы Начинаем Кричать Беситься Злиться И На Детей На Наших Мы Срываемся И Детей Наших Мы Наказываем А потом Чувствуем И Почему Я Сорвалась А потому Что Энергии Не хватило Поэтому Если Вы Чувствуете Что Довно Идете На Пятерочке Вы Сначала С Подружкой Потрясите Пофе Попейте Докупите Потом Кребенку Еще Важный Момент Важный Момент Что Мы Сегодня Много Говорим О том Что Надо Детей Любить И Что Им Больше Ничего Не Нужно Кроме Нашей Любви А Что Это Такое Любить Ребенка А Как Это То Что Мы Его Звадили На Занятия Любви То Что Мы Его Покормили Любви То Что Мы Его Воспитываем Это Любви Это Очень Тоткое Понятие Что На Самом Деле Ребенок Воспринимает Как Любви Как Мама Папа Отношения Тоже Общаться Заниматься Заниматься Ребенком Любви И Любви Поддерживать Делиться Положительными Эмоциями Учить Всему Любить Уделять Унимание Обо О чем Заниматься Супер Для Для Меня Любви Ребенка Это Принятие Как Как Есть Есть Ходите Подним Я Существу Может Пригляд Даже Пререкарствен Вещи Даже Обнять Существу В Существу 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 Индивидуально Да Существу Чтобы Уделить Существу Смотрите Все правильно Говорите Ребенку на самом деле в день достаточно, как вы думаете, сколько времени? Часа? Минута? Ну, погадайте. Ребенку достаточно в день 15 минут. Но. Есть но. 15 минут. 100% внимания нет. Это когда вы не реагируете ни на звонок в дверь, ни на телефоны звонок, когда вы не думаете о борщах, когда вы не думаете, что там сказал начальник, и вы не зайдитесь, ой, давайте с тобой позанимаемся, то, что вы хотите делать. Вы делаете 15 минут, то, что хочет делать ребенок. Его музыки, его компьютерные игры, его рисование, я не знаю, его лежание на диване. То, что он хочет, 15 минут. Если вдруг у вас закралась мысль о чем-то своем, начинайте сначала. Но поверьте, если вы будете 15 минут прямо в ребенке, он просто ему даже надо, не надо. Он наполнился. Он просто, знаете, как сосуд, он наполняется, но вот уже эта любовь ваша, у человека в душе и лезет. И он сразу говорит, мам, ну все, я пошел и идем к своим делам. Для того, чтобы вам было что-то передать ребенку в качестве любви, вы это можете сделать, если вы эту любовь получили. Понимаете? Как вы думаете, от кого вы можете получить эту любовь? Если бы наш айфон заряжался сам собой. Любой человек на этой планете может в достаточной мере передать ребенку, только если он в достаточной мере получил от мамы и от папы. Поэтому, если вы понимаете, что вам не хватает ресурсов, то тогда разворачиваемся к своим родителям и идем к ним. Это отдельная история. Для кого много что интересно, вдруг вам созвучно, что я говорю, я завтра в Хаяте веду 4-часовой мастер-класс для родителей. Найдем опять ошибок воспитания, которые не позволят детям стать счастливыми, успешными. Поэтому мы, когда сейчас закончим, вам будет возможность завтра со мной продолжить общение. Вход в слабонный. Велком. Как правило, уже полная запись, но я думаю, что все это окружается. Проведем. Если у вас натянутые или не такие теплые и ласковые отношения с родителями, вам правда предвечего передача ребенка. Что такое правильное отношение? Это когда вы можете прийти к маме, сесть к ней на ручки, можно я вот, понимаете, к маме своей, положить на нее ручки и просто молча посидеть. Вам хватит, правда, двух минут любви мамы. Но если ваши отношения уже это не позволяют сделать, тогда почему вы решили, что у вас в вашем будущем будет по-другому? Вы все точно так же отзеркалите. И ваш ребенок, когда вырастет, так же не сможет сесть к вам на ручки, потому что вы не могли позволить это сделать сейчас со своей мамой. Он даже не видел этой картинки. Я хочу вам показать один ролик, прежде чем я вам покажу, буквально три минуты отрывок из фильма. Две вещи хочу еще сказать. Пусть когда-нибудь в голове осядет. Ребенку будет хорошо, когда хорошо родителю. Если у родителя плохо, то у ребенка плохо, потому что у нас очень тесная взаимосвязь. У повинок, хоть и разрезанную, она не разрезана. И еще проблема в том, что мы не говорим о чем-то. Мы не говорим, например, в какой-то раз говорили, если ты говорили ребенку, слушай, ты мне вот сейчас что-то такое сказал, мне больно было это услышать. Или ты знаешь, ты меня сейчас разозлил. И не только в общении с ребенком, но и в общении с вами с собой. Я недавно общалась с одной мамой, у нее ребенок как раз таки аутичный. Да, правильно я сказала? Сейчас у нас знакомый человек, говорю. Так вот она говорит, первое время я ходила как живой друг. Потому что я все эмоции держала в себе, и мне даже поговорить было место. Я просто все блокировала и понимала, что мне надо зачем-то встать, да, отойти, что-то. Ну, состояние такого шока. Поэтому очень важно, что сегодня проходит это как конгресс. Мы можем подружиться с кем-то, мы можем теперь с кем-то поговорить. Мы можем выдохнуть, правда, и пообщаться на эту тему, потому что мы не одиночки. Вы же помните только, что мы одиноки, если мы столкнулись с выгоранием. Мы сегодня с вами не одиноки. Хвала, правда, не конкретно, что-то не произошло. Я хочу вам показать сейчас ролик, после чего я задам один вопрос. Почему вы думаете в рамках конгресса и в рамках сегодняшней вот этой темы родительского выгорания я решила вам показать этот трехминутный ролик? Можно нам так? Спасибо большое. Внимание на экран. Время, скажи прямо, преследнишь. Врачи говорят, что это ничего не могут сделать, придется наказать и сами. Да, мам, я знаю. Хватит. Немедленно перестань. У нас нет времени плакать. Никто не будет тебя жалеть лишь за то, что ты слепишь. Так что утряснился. Да, мам. Так, я и все буду показывать первый раз. Ошибешься впервые, я тебе помогу. Ну, а дальше придется облудоваться сама надо. Так уж и строго пришли. Ой, мама, мама, помоги, мама, помоги. Мама, я без тебя не могу. Я здесь не справлюсь. Мама, 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 мама. КОНЕЦ 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 Я тебя слышала. Ты ведь здесь. КОНЕЦ 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 Почему ты плачешь, мам? Потому что я счастлива. КОНЕЦ 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 Теперь ты вот и ух Birgit Ваше сестрее. ИНТО КОНЕЦ КОНЕЦ ПОКАЗАЛОС… МАКОСОЧЕМ КОНЕЦ Нет, мачен Мы никогда не знаем, в какой момент ребенку придется справляться сама. И этот момент может быть в совершенно любой ситуации, в растущихсях. Мой отец умер, когда мне было 9 лет. Я ребенок без особенностей, хотя сегодня я закупалась после победы всех вещей, интересных сказанных, и пришлось справляться со мной. Есть идеи? На самом деле я слышала одну генеральную мысль, которая говорит о том, что мы не должны делать все за нашего ребенка, мы не должны его ограждать от проблем, от мира. Мы должны адаптировать его в мир так, чтобы он жил без нас. Мне кажется, это самое главное, что я должна как родитель научить своему ребенку жить без меня. очень часто, даже у родителей с детьми, у которых нет особенностей, полное недоверие, отношение. Ты маленький, ты еще не до, не до волос, нет, ты с вами не можешь сидеть за столбом, ты еще маленький, нет, ты должен пойти спать раньше, потому что еще маленький. Я думаю, что ребенок все время себя чувствует избоем, но человек на самом деле в этой семье, потому что все время не считается. А если еще и ребенок с особенностями, то правда, что какие-то отношения включают. Это тоже есть. Дети, наши дети могут многое. У меня есть упражнение на одном из тренингов, когда я учу обращение с детьми в день двух лет. Мама не верит, но когда они в супермаркетах, он вдруг приходит и говорит, реально, ребенок понял, как обращаться с детьми, я не верю, она с кредитной карточкой разобралась, так. Они могут, у них вообще другое мышление сегодня. Еще какие есть идеи, давайте в зал. Так. Вы бы увидели очень важный момент, радости, это жалость и сочувствие. Жалость и сочувствие. Сочувствие. А жалость и есть умение управлять своей милицией. Умение управлять своими носами. Умение управлять своими. А мы даже все время... Умение управлять своими. Жалость. Умение управлять своими. Жалость, верить. Действительно, все, что мы как бы жалеем, мы все ослабляем. Как только мы начинаем все жалеть, знаете, что происходит даже у детей без особой силы? Это называется дети-уклонисты. Те, которые слишком сильно жалеют родители, они уклоняются, они начинают ничего не делать. И когда надо пойти сделать домашнее задание в школе, они «Ой, мам, что-то живот заболело, что-то головой заболело немножечко». И это называется уклонение, поэтому жалость дана. Когда ребенок в первый раз отходит в детский сад, вы когда-нибудь видели, как это происходит? «Я тебя заберу, ты не переживай, я сейчас вот отойду после работы». Ребенок сидит и думает, «Господи, что, куда меня отправили? Что это за страшное место?» Он тоже точно что-то стремное, раз мам, он так переживает. Все вот это вот, да, нервозность мамы чувствует. Хорошо, еще какие идеи? «Макс, ты привык, ты привык себя в голову еще раз?» «Она действительно счастлива, потому что она видит…» «Я сегодня слышала, что очень многие мамы уже дошли до этого состояния. Это большая работа, это большая трансформация, справились, вы сказали, да? От того, какая вы были там 5 лет назад и какая сейчас. Чтобы дойти до этого состояния мамы, вы хотя бы тот, кто еще на пути, вы хотя бы видите как бы итог, да? Когда можно быть счастливым от того, что даже особенный ребенок сделает новый какой-то шаг в своей жизни. И это важно. И вообще, на самом деле, мы с этого начали. Вот Татьяна с этого начала конкурс. Все в наших головах. Это мы поделили. Особенно, не особенно. Это государство поделило одно, второе, третье. Вот просто представить, что все люди с двумя ногами, с двумя руками и с хвостом. Ну, давайте по-каказируем. Хвост, как офисьян, он является третьей ногой. Посмотрите на себя. У вас есть хвосты? Нет. Как мы всяко… И что? И вы теперь как-то не можем… Вы все можете сочетовать. Все мы можем это делать. Это все как бы вот эти вот ограничения в головах наших. Вот эти вот правила, вот эти запреты. Это норма, это ненорма. Мы сами себе придумали и теперь мы все создали проблему и жидок. Те родители, которые способны подняться над этим уровнем, над этими моральными устоями, над этим менталитетом, над детальностью, то тогда начинаются очень близкие отношения. Потому что как только мы делаем шаг к особенному ребенку, начинаем к нему относиться по-другому, он именно в этот момент, когда мама первая, кто напомнит ему о том, что он особен, понимаете? А он так, мы слышали сегодня, не хочет, он хочет, но мы относились как… мы сейчас это видели в кадрах, как просто человек, просто, ну, как бы, один короткий, другой длинный, один пошел в шаблон, да? Вернемся к началу нашего, как раз другой не пошел в шаблон. Ну, вот, кто-то спокойно пошел в шаблон и так далее. Я очень хочу, чтобы наши дети все в России, в Бонжане, в России, в Швеции, в США, в Англии, на всей планете, независимо от того, какие они были, вы решали. И я точно знаю, что вы, чтобы у вас все глубины были немножко ударены в окно, вы самые лучшие родители для своих детей. Именно вы. Именно то, как вы воспитываете. И других вам абсолютно не нужно. И вот сегодня вы пришли, и это классно. И я очень, я просто уверена в этом, что вы получите этот заряд энергии драйва, для того, чтобы вернуться в сенью и уже с энергией разбираться. Потому что, когда нет энергии, мы начинаем на ребенка кричать. Давайте честно, кто кричит на детей? Святыгол у нас сидят, вы неожиданно. Ну, сразу оправдание в вашей зашел. Да кричит на детей, мы на мужик привлекли к нему, на маму привлекли. Все как надо. Хотите, я вам маленький секрет бонусом расскажу? Как можно кричать на детей? Я вам разрешаю кричать на детей. Смотрите, как мы обычно на них кричим. Можно я сломаюсь? Обычно мы на них кричим, ой, мой ольгинский опа должен мне помочь. Так, возвращаемся. С позиции сверху, мы же выше, а не маленькие. И на них кричит, ну, монстр. Блин, почему он большой? А этот человек кто? Любимый, дорогой человек? Мама. И вот, когда она так кричит, то, конечно, ребенку жутко просто становятся. Ну, вам как вот сидится тут? Вот этот монстр сейчас можно как бы почувствовать, да? А вы, в эмоции, вы не можете не кричать. Вы человек, вас как бы, ну, эмоция пошла. Это хорошо. Вам надо выяснить. Это тоже хорошо. Могу вам помочь. Знаете, чтобы кричать на ребенка, нужно сделать следующее. Хоть откричитесь. Громче всех, чтобы вас слышали, все соседи. Но делайте это вот так. Вы это делаете лежа. И вот когда вы понизили положение по отношению к ребенку, если вы будете кричать, для него это не будет стресса. Это даже будет неким фаном. Пока вы будете ложиться, уже передумайте кричать. И потом точно не кричите по вины. И вы гораздо не понимаете. Понимаете, что вина, она как бы уйдет. Я хочу посмотреть, какие у нас вопросы. Отправляйте свои вопросы. Пока вы отправляете...